Школа-интернат номер 26 на улице Новаторов – это место, где обучаются детям с особыми потребностями, дети с проблемами зрения. А ещё на базе этой школы вот уже год существует школа приёмного родителя. Школа приёмных родителей – явление относительно новое, а с 2012 года – это обязательная ступень, через которую необходимо пройти всем решившимся на усыновление ребёнка. После окончания выдаётся свидетельство о прохождении обязательной подготовки по установленной Министерством образования и науки Российской Федерации в форме. Сейчас уже, можно сказать, эти программы помогли немалому количеству детей и родителей найти друг друга и создать новые семьи. Родитель, который принимает ребёнка в семью, должен быть профессиональным родителем. И это расшифровано. То есть он должен овладеть, неважно от базового образования, основами педагогики, основами психологии, умение выходить из конфликта, знать возрастную психологию, знать психологию приёмного ребёнка. Часто будущие родители считают, что они готовы к появлению в семье ребёнка, и дополнительные знания им не нужны. Но практика показывает, что сотрудники подобных учреждений помогают посмотреть на процесс усыновления иначе. Цель школы приёмных родителей – подготовить родителей, дать основные знания, необходимые для создания крепкой семьи. На занятиях в сжатые сроки люди, которые до прихода сюда занимались всем, чем угодно, в разных направлениях, в разных профессиональных направлениях, разного возраста, разного опыта, получают эти знания. А при вручении сертификата они действительно готовы к профессиональным родителям, которые не просто ощупь её движутся по жизни, воспитывая ребёнка, а умеют прогнозировать ситуацию и знают, как из неё выходить. Обязательная программа обучения составляет 72 часа. Часть времени разрешено использовать дистанционно. Будущие приёмные родители должны освоить ряд литературных произведений, статей, рассказов. Они не только слушают лекции, но и обсуждают волнующие их темы, разыгрывают заданные ведущими ситуации, смотрят видеосюжеты, участвуют в мозговом штурме. Не менее важная часть подготовки – это индивидуальные консультации со специалистами. Сейчас в школе приёмного родителя обучается уже третий поток. Конечно, хочется надеяться, что у этих людей всё получится, а дети-сироты найдут своих родителей. Конечно, стать приёмными родителями – это очень ответственное и непростое дело. И не может не радовать тот факт, что всего лишь год существования школы уже принёс свои плоды. Недавно у нас была большая радость. Выпуск «Июньский» семья усыновила двоих детей. Ну, то есть они в процессе усыновления, сейчас им переданы дети, дети в семье. Конечно, школа приёмных родителей – это теоретическая база. Практика начинается после, когда в вашей семье появится новый человек. Часто после обучения усыновители решают, что они не готовы к такому серьёзному шагу. Другие, наоборот, развивают для себя мифы и предрассудки и становятся ещё более уверенными в своём решении. Счастье – это когда мама с папой и дети. Счастье – это когда есть друзья и когда ты не один. Счастье – это когда ты любишь другого человека, а этот человек в ответ любит тебя. И когда у тебя есть новый ответ.